Еще несколько минут и это кубки призы достанутся командам-участницам отборочного этапа Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги. Матчи проходили в Сочи и Краснодаре. Впервые в истории города Сочи региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой проведен отдельно от Краснодарского края в городе Сочи. В этом году у нас играло 6 команд. На курорте лучшей стала команда Сочи победителем отборочного этапа, который проходил в Краснодаре команда Анапа. В поединке с сочинцами решается, кто будет участником финала фестиваля НХЛ. Любительский хоккей начал развиваться в Сочи еще до появления ледовых дворцов. Приходилось не только играть, но и тренироваться на выезде в других городах и районах Краснодарского края. Тем не менее, развитие шло в том числе и детского хоккея. И вот теперь в категории 18+, составя НХЛ, на лед выходят те самые дети, которые уже успели вырасти. Сегодня половина сочинских хоккейных команд в той самой категории 18+, остальные в разряде 40+. Появление профессиональных ледовых арен помогли любительскому хоккею на курорте. Сегодня мы уже можем однозначно сказать, что хоккей для сочинцев как вид спорта состоялся. У нас есть своя профессиональная команда, у нас есть любительская команда взрослых, у нас есть в центре по зимним видам спорта отделение по хоккею, где наши маленькие ребята занимаются хоккеем. Фестиваль НХЛ появился 5 лет назад. В начале участников было 20-30. В этом году около 120 команд. В Сочи за последние два года, наверное, это самый такой прогрессивный регион, где хоккей развивается. Потому что, что с нуля и до таких мероприятий, когда уже 10-12 команд участвуют, уже лишь путевки в финал ночной хоккейной лиги. Поэтому можно сказать, что положительная тенденция идет. 3-5. Таков итог матчей между двумя черноморскими дружинами. Команда Сочи уступила Анапе. Следующая встреча состоится 26 марта в Краснодаре. Серия «Игр до двух побед» определит, кто будет представлять Краснодарский край в финале фестиваля НХЛ. Он пройдет в Сочи в мае.